МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». В студии Ольга Пырочкина и сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для зрителей шедевры, для культработников прибавка к зарплате. Средняя зарплата по стране 21 тысяча рублей. Какие реформы грядут в отрасли культуры? Разрешили одно, построили другое. Маленький клочок земли, а строят то, что хотят. Депутаты городского собрания побывали на объектах с нарушениями. Быстрее, выше, сильнее. Здесь будет около 600 самых лучших лёгких атлетов в Европе. В 15-м году чебоксары станут столицей европейской лёгкой атлетики. Я за то, чтобы расцветали все цветы. Именно такими словами завершила своё выступление председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на очередном заседании Оргкомитета по году культуры. Его участники обсудили планы ближайшие и на перспективу. В отрасли грядут серьёзные преобразования. Мой коллега Дмитрий Ковалёв узнал о них из первых уст. Подробнее в его сюжете из «Первопрестольной». Масштабный культурный марафон продолжает шагать по стране. Его организаторы делают ставку только на шедевры. Художественные выставки, демонстрация редкого кино, гастроли известных театров. Жители даже самых отдалённых городов должны оценить то, что сейчас называют культурным достоянием России. В президиуме Оргкомитета рапортуют. Год культуры стартовал эффектно во всех регионах. Но планка ему была задана ещё в феврале, на церемонии открытия Олимпиады. И со многими деятелями культуры, с которыми я встречалась, я теперь слышу, что они ссылаются, что они обращаются к открытию Олимпиады, к закрытию Олимпиады. Уже известно, где будет поставлена эффектная точка всем мероприятиям. Культурный марафон финишируют в культурной столице. В декабре здесь состоится фестиваль, посвящённый юбилею Эрмитажа. А пока в Оргкомитете расписывают другие планы. На повестке дня – поддержка работников отрасли. Но необходимо отметили на совещании широкая информационная кампания. И хотелось бы, чтобы это, конечно, освещение было не только на специализированном канале культуры России, а в новостных блоках, в соответственно аналитических передачах. Инициативы регионов членам Оргкомитета важны. И именно поэтому на заседание пригласили главу Чувашии. В республике от Метелом проводится колоссальная работа. Изобретать колесо не обязательно. Фестивали, которые уже полюбили все, продолжатся и в этом году. Но думают не только о зрелищах. Культработникам постепенно повышают заработную плату. Средняя зарплата по стране 21 тысяча рублей. Это рост за полтора года примерно на 70-90%. Особое внимание уделяется привлечению в отрасль молодых специалистов. Им предоставляется по нашим государственным программам жилье с государственного жилищного фонда. Их стоимость для проживающих в 2,5-3 раза дешевле, чем на потребительском рынке. Денежная подпитка отрасли в этом году увеличилась. На реализацию крупных проектов Чувашии планируют направить около полутора миллионов рублей. Это приобретение музыкальных инструментов для школ искусств и музыкальных школ. Это и приобретение мобильных клубов. На Оргкомитете известных людей было не меньше, чем на популярных кинофестивалях. Владимир Спиваков, Олег Табаков, Илья Глазунов и не только. Творческий десант выступал за преобразование в отрасли культуры. И они произойдут. А скоро в стране будет принят новый федеральный закон о культуре. Разрабатывая этот документ, авторы делают ставку на региональные инициативы. Они принимают предложения от общественных деятелей и работников отрасли культуры. Проект этого документа должны отправить на обсуждение уже до конца мая. В ближайшее время планируют разработать и другие государственные программы. Для отрасли культуры, отметили на Оргкомитете, этот год станет переломным. Митрий Ковалев и Евгений Анисимов. Республика. Из Москвы. 16 миллионов рублей будет выделено социально ориентированным некоммерческим организациям из федерального и республиканского бюджетов. Такую цифру назвал министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашей. В Доме правительства прошло заседание Кабинета министров, которое провел глава республики. На заседании Кабинета министров приняли постановление о распределении субсидий с федерального и республиканского бюджетов на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 145 миллионов 208 тысяч рублей позволят улучшить жилищные условия домстам пяти сельским семьям. Михаил Игнатьев поручил строго контролировать выделение средств, чтобы они дошли до тех, кто хочет жить и работать на селе. Возвращение малого среднего предпринимательства сельской местности, мы тоже эту тему обсуждали. На сегодняшний день, конечно, желает быть лучше, Владимир Александрович. Вот мы и средства выделяем, вы сейчас мониторите, насколько эффективны эти выделенные средства. Вот те министры, которые на самом деле занимаетесь макроэкономикой, и плюс там строительство, плюс вообще все то, что сегодня востребовано на рынке, на сегодняшний день надо проводить. Обсудили министры и реализацию программы модернизации здравоохранения, которая закончилась в 2013 году. За два года в отрасль вложили почти 5 миллиардов рублей. Основной акцент был сделан на борьбе с хроническими неинфекционными заболеваниями. По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения и социального развития Татьяны Богдановой, выстроена современная трехуровневая модель оказания медицинской помощи, обеспечивающая ее доступность каждому жителю по месту его проживания. Укреплена материальная база сельской медицины. Чувашия вошла в число лучших регионов, где стабильно низкие показатели младенческой смертности. Сделано немало, но главный результат программы – улучшение показателей здоровья населения. Сегодня в самом деле как раз на коллегии Веронике Юрьевне мы обговаривали вопросы дальнейшего строительства нашего хирургийского корпуса. В принципе, Ольга Юрьевна тоже знает. Вчера тоже на аркомитете была, я еще раз поднял этот вопрос. С всей точки зрения, все надлежащие документы, которые нужно представить, представлять, все нужно отследовать для того, чтобы срыва не произошло. Кроме этого, глава Чувашия обратила внимание, что не до конца решены вопросы записи на прием к врачам. Есть нарекания к неэффективной работе врачей общей семейной практики. Вместе с увеличением заработной платы должно улучшаться и качество услуг, заметил глава Чувашии. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика. Достигли медики Чувашии успеха в иммунизации. С 21 по 26 апреля будут прививать детей, социально незащищенных граждан, мигрантов и кочующие населения. В рамках недели иммунизации пройдут и образовательные мероприятия, на которых разъяснят необходимость прививки и безопасность иммунопрофилактики. Минздрав соцразвития отмечает, что при необходимости будут созданы дополнительные прививочные бригады, которые будут доступны в вечернее время и выходные дни. На сегодня граждане России имеют право получить бесплатную прививку против 11 инфекций. С этого года в список вводится прививка против пневмококковой инфекции. А с 2015 года против ветряной оспы. За последние годы наблюдается значительное снижение показателей инфекционных заболеваний. Показатели некоторых заболеваний снизились в несколько раз. С 1986 года случаи заболевания полиомелитом не регистрируются. А с 2007 года дифтерии. Благодаря дополнительной иммунизации за последние годы случаи краснухи в республике вовсе не зарегистрированы. В Минздрав соцразвития подчеркивают снижение и стабилизация заболеваемости достигается в тех случаях, когда прививками охвачено не менее 95% населения. Что хочу, то и ворочу. Так можно описать деятельность некоторых застройщиков. В проекте значилось одно, а построили совершенно другое. Сегодня на таких объектах побывали депутаты городского собрания. Название «Два капитана» учеников 4-й Чебоксарской гимназии, вероятно, будет ассоциироваться не только с произведением и с школьной программой. Так называется многоэтажный административно-торговый комплекс, который, согласно проекту, должен появиться буквально в нескольких десятках метров от школы. Посмотрите, какое состояние до спортивной площадки. Ну это же вообще вот как бы... Здесь же въезд в школу был у них, получается. Да, здесь был въезд в школу. Это наверняка пожарный заезд в школу там, да. Смотрите, вот. Ну вообще абсурдная ситуация, конечно. Стоя на краю котлована, народные избранники задались вопросом, как вообще можно было выдать разрешение на строительство такого объекта в данном месте. После жалоб учителей и родителей застройщику даже пришлось судиться с администрацией города. Однако пока Фемида упорно стоит на стороне застройщика. Стоит пройти несколько десятков метров от этого участка, как взору предстает другой пример. Вероятно, не таким представляли себе вид из окна жители окружающих домов, когда приобретали квартиры. Участок на стадии незавершенного строительства нынешний застройщик приобрел у предыдущего хозяина и обещал городским властям построить многоуровневые парковки и офисные здания. А собрался строить жилье, считают специалисты. Однако по закону для этого участок застройщик должен был получить через аукцион. Уже года три идет у нас бодяга. Мы им говорим нет, строить офисные помещения хотим в определенную зону перевезти, где они не смогут строить жилье. Они разными путями, мытьем-то катанием, уже теперь на прокуратуру вышли. Но на этом участке по проспекту Мира строят то, что и должны – автомойку. Только вот получился объект в два раза больше, чем был запланирован. Автомойка на два поста. Ну, мы сразу видим, что тут раз, два, три – это. Теперь она должна была быть одноэтажной с подвалом. Мы видим здесь второй этаж, маленький клочок земли, а строят то, что хотят. Примерно такая же ситуация со зданием на Марпасадском шоссе. Там за основным посадом скрывается незаконная пристройка. Автор этой идеи, вероятно, рассчитывал, что ее никто не заметит. Ну, а здание будущего кафе на Игерском бульваре прятать никто не думал. Здесь проект исказили открыто, отметили депутаты. Это все лишь примеры таких объектов. В городе значительно больше контролировать ситуацию призвана муниципальный земельный контроль. Там по подобным объектам готовят документы и передают в суд. Что касается этих объектов, то иногда какой-нибудь лишний этаж, может быть, и не принесет городу особого вреда. Однако здесь важно создать прецедент вплоть до сноса, чтобы впредь игнорировать разрешение нормы было неповадно. Так или иначе, увиденное сегодня и то, какие меры можно предпринять, депутаты еще обсудят на комиссии. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Уже в эту пятницу национальное радио Чуваши отметит юбилей. Этот год для наших коллег символичен и связан только с одной цифрой. Ровно пять лет назад, 25 апреля, на волне 105 и 0 FM зазвучали уже знакомые всем позывные. Но первыми слушателями нового радио стали участники праздничного митинга, который был посвящен Дню Чувашского языка. Прямое включение тогда состоялось прямо в сквере Ивана Яковлева. Сегодня в студии принимали почет на гостей. Глава Чуваши не раз становился гостем прямого эфира на радио, но с этими студиями он знакомится впервые. В здании национальной библиотеки коллектив радиостанции переехал не так давно. Но раньше она располагалась в помещениях Чувашского конгресса. Михаил Игнатьев пообщался с авторами программы, корреспондентами информационной службы. В эти минуты работа в редакции кипела полным ходом. Каждый месяц национальное радио создает более 50 передач, записывает концерты и аудиоспектакли. Кроме того, в эфир выходят ежедневные выпуски новостей. Теперь и по субботам. Наших коллег слушают не только в Чувашии, но и в соседних регионах. Причем вещают они и в интернете, на сайте ntrk21.ru. Поэтому слушатели у национального радио есть и за рубежом. Глава Чувашии признался, что и сам постоянно включает родное радио. Оно помогает ему в работе. Когда я в машине еду, я всегда водителя прошу, чтобы передачи наши в Чувашии включали, для того, чтобы не только слышать новости, но и слышать песни, новости простых людей, о чем они говорят, как они общаются, в чем недоработки органов власти, какая критика, прежде всего, и на эмоциях, и по содержательной части. После экскурсии глава региона в очередной раз принял участие в записи программы. Интервью Михаила Игнатьева на актуальные темы вы сможете услышать на волнах национального радио 25 апреля в 19 часов 10 минут. Повтор передачи 26 апреля в 10 часов 10 минут. Премьерой «Тысячи и одной ночи» открылся в Театре Убер и Балета 18-й международный балетный фестиваль. Поставил спектакль балетмейстер Санкт-Петербурга Давид Авдош. Задумка «Тысячи и одной ночи» у балетмейстера возникла давно, но возможности реализовать не было. И только в Чебоксарах, по словам автора, ему удалось воплотить задуманное в спектакле соединение экспрессия, чувственность и таинственность Востока. От каждого артиста постановщик старался добиться эмоциональной насыщенности в каждом движении. Эскиз костюмов для восточной сказки изготовила петербурженка Анна Устинова. Свет и фактуры тканей тоже сыграли свою роль в постановке. Сегодня в программе фестиваля балет «Корсар» в постановке Марийского театра оперы и балета. 600 лучших легкоатлетов Европы соберутся в Чебоксарах в 2015 году. В столице Чувашии пройдет шестой командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Готовиться к нему начали несколько лет назад. Сейчас многое сделано и уже есть что показать, оценить ход. Подготовки приехали европейские ревизоры. Оценочную комиссию Европейской легкоатлетической ассоциации возглавляет Карл Пильне. Он же курирует подготовку и проведение командного чемпионата 2015 года. Насколько Чебоксара готовы принять сотни спортсменов, приехал посмотреть и Михаил Бутов, генеральный секретарь Российской Федерации легкой атлетики. Этот командный чемпионат, это для нас имеет большое значение. Во-первых, что это командный чемпионат. Легкая атлетика это индивидуальный спорт. Но этот командный чемпионат, только один чемпионат, где все борут. Просто встречается так, чтобы собирали очки, чтобы победила команда, победила самые лучшие. И во второй раз здесь будет около 600 самых лучших легких атлетов в Европе. По выделению средств на спортивные объекты большинство решений уже принято. В том числе и на реконструкцию стадиона Олимпийский. Идет работа с инвесторами по гостиничным комплексам. Вопрос чартерной доставки спортсменов Чебоксара будет решаться, когда окончательно определится состав команд участников. Я надеюсь, что мы все те ожидания в июне следующего года оправдаем. То есть вы увидите красивый город, хорошие спортивные объекты, будут хорошие результаты. В суперлиге чемпионата Европы по легкой атлетике в Чебоксарах встретятся 12 лучших на континенте сборных, включая Россию. Женщины и мужчины будут соревноваться в 20 видах. На масштабных соревнованиях по легкой атлетике в Чебоксарах всегда собираются десятки тысяч людей. Стоит вспомнить всероссийские чемпионаты по легкой атлетике 2009 и 2012 годов. И с ответственной миссией 2015 года республика справится, заверил премьер-министр Чуваши. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. Чувашский гидромедцентр предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях из-за резкого изменения погоды. По данным синоптиков, на республику надвигается арктический холодный фронт, который принесет ливневые дожди с грозами и шквалистым усилением ветра. Возможен мокрый снег. Ночная температура может опуститься до минус одного. Такая погода может продлиться до воскресенья. Таким был этот день глазами корреспондентов программы «Республика». Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин